Акция, посвященная 14-й годовщине трагедии в Беслане, собрала более ста школьников. Старшеклассники почтили память жертв тех страшных событий минуты молчания, а затем обсудили вопросы антитеррористической защищенности и противодействия идеям экстремизма. Мы понимаем, что терроризм – это не только вооруженный до зубов человек, который идет с оружием в руках. Это может быть подпольная, закрытая террористическая война, которая ведется среди нашей молодежи. Потому что ребята сейчас очень много времени проводят в интернете, в сетях. С ними дискутируют закрытые враги. Сторонники партии «Единая Россия» мы всегда помним об этом. Мы идем к ребятам, мы им помогаем. Они входят с нами хорошо в дискуссию, они много задают вопросов на всевозможные темы, и мы стараемся ответить на них. Особое внимание на встречи сторонники Одинцовского отделения партии уделили борьбе с экстремизмом в интернете и социальных сетях. Зачастую именно там происходит вербовка молодежи террористами. Преступники изучают профили детей, выявляют потенциальных жертв и устанавливают с ними контакт. Если ребенок не имеет твердой жизненной позиции и не обладает информацией о возможной угрозе и последствиях экстремизма, то вербовка происходит легко. Представители правоохранительных органов ведут постоянную профилактическую работу по выявлению опасного деструктивного контента в сети. Немаловажной роль играет и осведомленность, а также участие родителей в жизни ребенка. Родители должны знать круг общения своего ребенка. Если они видят, что в поведении ребенка что-то изменилось, ребенок стал себя вести где-то дерзко, где-то наоборот очень тихо, скромно, стал скрываться от родителей, свои вопросы какие-то, перестал просто рассказывать родителям о себе, нужно обращаться в правоохранительные органы. Мои сотрудники знают, как строить данную работу. Здесь работают уже психологи, педагоги. Школьникам напомнили о правилах поведения при возникновении террористической угрозы и обнаружении бесхозных предметов. Ведь эти знания помогают сохранить жизнь. В случае обнаружения бесхозного предмета, что нужно сделать? Не подходить, позвонить в спасательную службу 112, там свяжутся, скажу адрес. Я сама не буду подходить. Я бы сразу обратилась к правоохранительным органам, потому что, конечно, часто ты можешь заметить, ну, лежит и лежит, но это может спасти чью-то жизнь. Поэтому я считаю, что в таких ситуациях нужно сразу обращаться в нужные службы. По словам организаторов, подобные профилактические акции дают значимый эффект. Школьники узнают о всех формах терроризма и последствиях этого страшного явления. Как говорится, осведомлен, значит вооружен.